так сегодня пятница 1 февраля мы на табаго гостиница ирвин бей resort вода прям рядом рядом просто отсюда не видно чуть попозже покажу вот мы на такси заехали вот оттуда здесь вот парковка и эта крыша большая птички здесь поют прям круглосуточно дерево интересные листиков мало устраивают они здесь вот такие водоемчики с одной стороны красиво с другой стороны рядом не постоять и не посидеть начинает какая-то мошка кусать и они туда запускают рыбок много калибри тут летают только я не могу никак их заснять они пугаются вот прям вход на ресепшен прямо по почту зайду сейчас еще один водоемчик местный голубь чуть больше воробья из этих голубей тут варят суп не тут именно а в это в одном из ресторанов видел я в меню суп из голубей вот тут тоже рыбок они запустили стены нету вообще в ресепшене вот он сам ресепшен включается вот здесь никого никогда не бывает массаж они рекламируют массаж это очень дорогой целых сто фунтов сеанс массажа стоит таких цен вот и везде выходы с этого ресепшена на улицу везде выходы я вот сейчас вот отсюда зашла еще один есть маленький маленький прудик все цветет тут бывают дожди периодически даже в сухой сезон вот такие цветочки красивые растут большие красивые в другом другом месте есть еще такие же цветочки только а вон желтенькие вот они большие красивые все цветет вот эти цветочки еще есть такие же белые такие вот сами цветочки как будто бы из листьев собраны цветочки по форме как листья и как будто бы из папиросной бумаги вот такие они полупрозрачные прозрачные все все цветет сейчас вернусь назад на ресепшен ну вот опять там вход основной вход потель здесь вот пошли разные воды то есть неважно куда свернуть вот здесь это бар мы в такое время года приехали когда здесь никого нету когда мы приходим вечером пить пиво только мы одни сидим тут еще один подоемочек там есть рыбка везде какие-то гирлянды я не знаю вот они видимо новый год здесь праздновали очень уютненько шум воды но из-за этой воды здесь много комаров здесь вот можно купить кофе с кексами там очередная зона отдыха стоит телевизор можно смотреть разные каналы вот я иду в сторону бассейна слева там ресторан, но он не каждый день открывается народу мало вообще пустой отель когда заехали, у нас было такое впечатление, что мы тут одни тепло, прям жарко сегодня пока за 28 градусов из-за того, что ветер дует не сильно ощущается жара вот опять эти цветочки впереди бассейн в который лазить страшно Максим там сильно порезался об плитку и никто так и не стал там ничего закрывать, менять эту плитку, видимо ждут когда тут еще вот ресторан называется Шуга Мил про этот ресторан в общем я не знала потом кто-то из работников рассказал что раньше вот он вот так выглядит вот этот ресторан внутри такая конструкция похожая на мельницу это и была ельница потом они это все переделали как помещение и для ресторана в общем раньше здесь были плантации сахарного тростника и здесь выколачивали вот сахар этот сироп с тростника вот ровно в этом помещении вон впереди воду видно то есть такое впечатление что вот прям заборчик а потом там немножечко лес и сразу вода начинается на самом деле нет там между нами и водой еще дорога есть проезжая часть так просто к морю не подойти вот дорога и здесь так просто тоже ее не перейдешь это надо немножечко в сторону пройти там будут ворота потому что вся территория окраждена и в 5 часов вечера закрывают ворота уже не пускают на пляж пляж тоже закрывают зачем-то хотя было бы интересно там вечером посидеть просто посмотреть на закат очень красиво вот здесь коттеджи ну кто же как гостиничные номера вот они опять чем-то обрабатывать такой запах неприятный ближе у них вот бананы растут тут много-много-много вон они эти штучки свисают вот там грозди бананов но пока еще зеленые откуда-то они их набирают спелые здесь зеленые висят такие коттеджики вот так сейчас я попробую выйти в сторону моря волны сильные прям купаться никак вчера было пасмурно весь день даже не смогли позагорать чё все цветет вот вот здесь вот очередной бар где я ни разу не видела что кто-то сидел как-то его надо обойти спущусь а сидит бармен все-таки первый раз вижу что кто-то здесь сидел так это вот сама гостиница тут номера чтобы пройти в эту сторону мне нужно сейчас свернуть вот здесь дорожка то есть вот они идут на первом этаже номера на втором этаже номера мы обычно номер поднимаем сюда наверх и потом мы идем прямо-прямо то есть получается вот справа этот ресторан шуга мил а если идти влево там ресепшен это вот телевизор там вот ресепшен видно крышу так если пойти в эту сторону там получается я прохожу насквозь здание здесь растет еще одна банановая пальма я каждый день смотрю как эти бананчики растут так еще несколько ступенечек три это все коттеджи все относится к гостинице вот вот так вот покажем уходом не кто будет все тут в это первое и второй балкон каждую ночь здесь вот собаки где-то вот там не знаю где и сверчки всю ночь сверчки все бывает что птички поют прям ночью вроде темно должны спать нет они песенки поют и очень много летает летучих мышей вечером здесь вот какое-то здание вот прямо не на остатках вот старого здания построили эти коттеджи видимо это остатки вот этой вот каких-то строений современ плантации и вот тоже стена какая-то ну вот не знаю насколько она старая потому что наверху доски как дерево вот они строили из того что могли он с кораллов с кораллов строили стену что нашли то и засунули вот такие интересные у них здесь кстати к окна жалюзи это стекло металлическое оправе и вот они вот так вот его открывают когда им нужно открыть окно и вроде бы никто не залезет другой стороны воздух попадает вовнутрь тут не знаю что такое какие-то ванны что ли валяются старые вообще по идее должен был быть корт какой-то теннисный наверно они да какие-то ванны стороны валили и чуть подальше зад какие-то металлические конструкции видимо тоже еще со времен плантации они тут остались вот они это вот конструкция прям это это вот чувствуется что-то чугун это штука большая это нет никаких не чугун вокруг что это такое я не знаю тут она уже проржавела в дырке появились тут уже другой металл другой сдают петухи кукарекут дырке детали какого-то механизма вот если я пойду сейчас прямо я опять выйду на ресепшен мне туда не нужно я хочу в сторону пляж пройти показать пляж на пляже кстати тоже ловит вай-фай от гостиниц потому что они прихватизировали кусок пляжа вот поставили там какой-то домик одноэтажный там туалет и период и где можно переодеться там же они хранят лежаки и лежаки этим можно брать только если ты живешь в отеле оставить лежаки и сидишь там себе ну прибой постоянно такое такие волны что плавать там купаться как-то не очень приятно потому что 2 волной прям сшибает такое дерево огромное-огромное дерево это все коттеджи тропинка они ее проложили тропинку к морю вот так вот так надо обходить но всем обходить лень и поэтому протоптали здесь другую лес тенечек прохладненько хорошо после после солнца зайти света тела плюны прям ползут ползут под дерево и такие листья огромные они не знаю какой длины листья не очень здоровые вот с пальмой падают по башке камень попадет он он больше двух метров в длину вот лист вот листик вот я прикладываю руку и этот лист мне получается до подмышки вся длина здесь я вообще не понимаю как растет потому что нету вот она деревянная конструкция мосточком и на крыше целая клумба растет причем видно что-то клумбу специально никто не сажал но нету корней которые бы вы не сошли то есть за счет чего там это трава растет вообще непонятно тут видимо тоже был какой-то прудик но они его забросили запустили какой-то здоровый здоровый кактус растет вот она пошла дорога прямо они там носятся надо когда ведешь к пляжу смотреть странам и везде вот эти вот дренажи то есть на время дождей чтобы тот эти сливы стоки они вдоль дорог везде везде есть там какой-то вообще очень такой уединенный коттеджик отдельный к нему-то вход птички поют много на завтрак идешь там эти голуби прям в тарелку лезут вот эти ворота их вечером закрывают дорогу переходить дорога много и впереди вода там живой живет очень много ящерок берегу в корнях они там пляж наполовину как бы публичный наполовину частный то есть они не запрещают местным сюда приезжать на этот на этот пляж но они их туалет не пускают местных вот этот домик они построили тут они их хранят эти все лежанки вот здесь они все лежанки стоит там внутри туалета переодевалка там дальше вот же такое такое розовато безживое желудок какое-то здание это это уже там публичный пляж то есть местные когда-то там могут сходить вот эти вот лежанки как раз вот для постояльцев отеля выдает вот такие волны каждый раз как не придешь она прямо шлеп шлоп то есть я не знаю конечно тут наверно купается но не очень надо тоже вот здесь чтобы вода просто обмывала песок песок забивается сейчас я хочу пройти к этим камушкам они такие интересные мы с максимом пытались понять что это за камни но мы не специалисты и вот здесь вот в этих вот зарослях очень много ящерок бегает обычно и прыгают прыгают сейчас камушек покажу сейчас камушек покажу вот они все вот какие-то глядые-глядые все ящерки выручные вот они все такие они все вот эти камни все глядые смысл ммм вкусно 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 Муфы не было такого. Ноги мочат еще. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня хотим куда-то поехать, куда непонятно, зачем взяли машину в аренду. Вот теперь надо нам кататься, чтобы она не стояла просто так. Вот, кстати, местные. Постояльцы отеля вон там сидят, почему-то всегда. А местные здесь под деревьями сюда сидят. Я в тот раз попросила, говорю, поставьте мне сюда лежанки. Этот дядька говорит, нет, там ветки падают. Я еще ни разу не видела, чтобы на кого-то упала ветка. Но там какой-то такой более уютный уголочек. Вот, видимо, местные идут со своими лежанками на пляж. Попрошлась по пляжу полные, полные кеды песка набрали. Ни камушков нету на берегу мелких, ни ракушечек. Бабочки летают. Прямо корни, дерево, дерево, и корни, корни. Блин, бьются по всему склону корни. Привет! Привет! Ты видишь? Я сделаю видео для моей мамы. Спасибо! Спасибо! Вы, говорит, за птичками наблюдаете? Здесь такой bird watching. Сюда люди приезжают именно на птичек посмотреть. Ну, как-то все-таки на них, наверное, надо смотреть в лесу, а не на территории отеля. Да, что их там просто больше. Наверное. Сейчас. Номер поднимусь. Ну, нет, назад прошла. Там бассейн. Покажу. Бассейн. Ресторан. Там ресепшн. А это все номера. Тут тоже стен как бы нету, кирпичи такие вот дырявые. Вот, вот. То есть слева номера. Здесь тоже растут бананы. Сейчас. Нет, отсюда не видно. В общем, вот эти бананы, вот они все падены. Наш номер еще не убирали. Вот мы шли. Вот по этой дорожке шли, мимо этого дерева, в сторону моря, которое отсюда видно. Заходила я в отель вон там, где эти бананы. А вот та стена, которая остатки плантации. Ну и все.